Здравствуй, мой друг! Очень хорошо, что ты пришел. Проходи, проходи сюда, поближе к камину, найди мягкие подушки, располагайся поудобнее, расслабься и слушай. Мы продолжаем читать Роман Джеймса Оливера Кайрвуда «Золотые искатели» Глава пятнадцатая Старая бумага в хирурге Трудно было найти и даже представить себе более странное зрелище, чем этот импровизированный мост. Огромный ствол был лишен коры, и его полированная поверхность блестела так, словно была смазана специальным составом. — Чертовски скользко, — сказал Мукуки, глядя на дерево и нахмурив брови. — Да, нечего сказать, — согласился Ваби, серьезный тон которого породил Родерико. — Не дерево, а какая-то мачта с призами. Не всякий проберется по такому мосту. — Ты хочешь сказать что-то, но я не совсем понимаю тебя, — заметил Родерик. — Объяснись, пожалуйста. — Ты угадал, — воскликнул Ваби. — Я хочу сказать, и в данном случае, мне кажется, вполне сходимся с Мукуки, что это дерево не с сегодняшнего дня служит для переправы с одной стороны каскада на другую. Если бы по нему пробирались медведи, то остались бы следы их когтей. Трудно предположить, что им пользовались рыси, потому что эти двери, несомненно, истарапали бы всю поверхность его. Какой бы зверь ни пробирался по нему, он и затрал бы ствол. Но, как ты сам видишь, трудно представить себе более гладкую и полированную поверхность. Я склонен думать, что кто-то специально занялся тем, что отполировал ствол. Мукуки энергично загивал головой и тем самым выразил полное свое согласие за словами Ваби, которые выразительно засвистел. — Другими словами, ты хочешь сказать? — начал Родерик. Другими словами, я хочу сказать, что все это дело рук человеческих. Только человек, который многократно пускал ход руки и ноги, мог привести это дерево в подобное состояние. Весь вопрос теперь заключается лишь в одном. — Кто этот человек? — Думается мне, что нам не придется очень далеко и очень долго искать его. — Ты как думаешь, Родерик? Ты имеешь в виду сумасшедшего охотника? — Да, — решительно заявил Ваби. — Ты угадал. Конечно, это было слишком смелое утверждение, с которым однако так или иначе приходилось читаться. — Вот где таится источник золотых пуль, — энергично сказал Мукуки. — Надо думать, что бешеная собака главным образом обитает в этих местах. — Этот вопрос мы сравнительно скоро выясним, — заметил Ваби. — Мы должны быть готовы ко всему. Я предлагаю первым делом свести в старую хижину все наши звездные припасы, все инструменты, а также пирогу. После того соблюдая максимальную осторожность, будем выжидать дальнейших событий. Это было нелегкое дело. Пришлось положить много трудов на то, чтобы перенести по гладкому стволу все содержимое пироги, а вслед за тем ее саму. Родерик так увлекся работой, что однажды чуть не полетел головой вниз с водопада, но все, в общем, зашло благополучно. Наступил час завтрака. Несмотря на адский голод, тот жародерик заявил, что нечего торопиться и что прежде всего надо заняться делом. Кушать навсегда успеем, — резюмировал он свои мысли, — а до того давайте пощупаем нашу речку и донышко ее. С этими словами, не дожидаясь ответа, товарищ, он взял один из чанов для промывки и направился к той части берега, где течение нанесло больше всего песку и крови. Фаби взял другой чан, я замедлил присоединиться к нему и предоставил ему Коки возиться завтраком. Никогда до сих пор Родерику не приходилось промывать золото, но он имел некоторое представление об этом деле. Он был полон исключительной радости, который знакомо всякому золотоискателю, нашедшему добрую живу, и вполне уверенному, что жива эта окупит все его труды и старания. Набрав в чан значительное количество песку и крови, он стал постепенно зачерпывать воду и раскачивать чан то вперед, то назад, причем делал это очень ритмично и регулярно, и время от времени сливал через край поднявшуюся грязь. Израсходовав всю воду, он набрал свежую и продолжал эту операцию минут пятнадцать до тех пор, пока на дне чана не остался тонкий слой песка и гравию. После того, он начал самым пристальным образом разглядывать остаток, надеясь обнаружить в нем золотые блестки. Легкий белый песок заставил его издать громкое победное восклицание, но когда он излег острием ножа песчинку, то убедился, что это слюда. На расстоянии десяти метров от него сидел папий, который занимался тем же самым телом. В свою очередь, он ритмично кружил свой чан. Вода вытекала из него, все время производила странный и хлюбающий звук. Послушай, Родерик, сказал он, и нам ник не отрывайся от работы. У тебя выходит что-нибудь? Ровно ничего, быстро ответил его друг. А у тебя лапит. И у меня они черта не выходят. То есть, как бы тебе сказать, мне попадаются время от времени блестки, которые отливают сталью. Но это слюда. С чем тебя и поздравляю. Весь берег полон ею, и радости от этого немного. Оба продолжали свою бесплодную работу с таким серьезным и вместе с тем закрушенным видом, что опытный золотой искатель, глядя на них, покатился по засмеху. А ну-ка, Род, подойди ко мне поближе. Снова брызг я с вами. У меня опять что-то подозрительное блестит. Довольно крупная песчинка. Иди-ка сюда. Опять слюда? Нет, не думаю, что бы это было слюда. Насколько я могу судить, тут другие оттенки. Это большой шарик, личность хорошего. Родерик так стремительно заскочил с места. Точно кто-то водил ему булавку в спину. Он бродил на землю звучан и закричал. Помни раз и навсегда следующее. Слюда идет тонкими чешуйчатыми пластами. В виде шариков она никогда не встречается. Покажи-ка Ваби. Он подбежал к Ваби и склонился над его плечом. В тазу, который держал Ваби, Родерик действительно заметил маленький желтый полированный шарик, который сверкал на солнце. Еще раз говорю тебе, повторил он, что в таком виде слюда не попадается. Кроме того, слюда имеет незначительный вес, а это? Кончиком ножа он отделил находку, вынул ее из чана и звезел на руке. Шарик этот весит довольно много, даже очень много. В таком случае, в таком случае, в таком случае, по-моему, это может быть только золото. А что еще как не золото? В этот миг раздался голос Мукокки. Завтра готов. На этом, мой друг, заканчивается пятнадцатая глава романа Золотоискатели. Надеюсь, тебе понравилось. До свидания. До свидания. До следующей встречи у Камина. У Камина. У Камина. У Камина. У Камина. У Камина. Продолжение следует...